Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Уборочная на старте. Аграрии Брещины первыми в стране начали уборку зерновых и рапса. На базе открытого акционерного общества Стригова Кобринского района прошел областной семинар совещания по организации и технологическим особенностям уборки урожая 2015-го. Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Налоговая служба Беларуси отмечает четвертьвековой юбилей со дня образования. В Бресте подведены итоги третьей международной триеналии печатной из танковой графики «Мир и война». Международное жюри выбрало лучших из 1039, присланных на конкурс работ в числе номинантов «Брестские графики». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Эти жаркие дни во всех смыслах – горячая пора для тружеников села. В разгаре – массовая уборка зерновых и рапса. Самая главная задача – не допустить потери урожая. Страду 2015-го надо провести в установленные сроки и без потерь. Это неоднократно подчеркивал на прошедшем в Кобринском районе семинаре совещания глава региона Анатолий Лис. Было отмечено, что в период жатвы, которая проходит в сложных погодных условиях и при дефиците средств, на первый план должно быть поставлено рациональное использование имеющихся в хозяйствах материальных ресурсов. Какие виды у аграрии в Брестской области на урожай и как сделать так, чтобы вес будущего каравая был не менее полутора миллионов тонн, расскажет Лариса Осмолович. Более ста участников семинара совещания собрались на Кобринской земле в деревне Стригово. Прежде чем начать обсуждение вопросов текущей уборочной страды, руководитель области Анатолий Лис выполнил почетную миссию и вручил государственные награды Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства и достижение высоких показателей людям, которые всю жизнь занимаются нелегким крестьянским трудом. Указ был подписан 11 июня главой государства Александром Лукашенко. Среди награжденных – директор открытого акционерного общества Ведомлянское Каменецкого района Михаил Стропко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь». Звание заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси, естественно, это очень высокая награда. Я ее так понимаю. Для меня это, наверное, на сегодня можно сказать еще аванс, потому что эта заслуга не только моя лично, а, естественно, это заслуга всего нашего большого коллектива. Насчитывается более 300 человек, огромное хозяйство. И, естественно, что добрая и большая половина это сделали наши люди, за что я им благодарен. Самое главное у человека – это оптимизм. Ведь этим двигает все, весь прогресс на этом идет, и я считаю, что по-другому нельзя. Ведь руководитель должен еще вести за собой коллектив. Это обязательно. Если только раскиснет руководитель, а что ж тогда подчиненные будут делать? Поэтому у меня стоит всегда задача – вперед, и все будет, все получится. Уже давно в практике на Брещене проводить семинары не в залах, а, так сказать, на боевых позициях, коим сегодня относятся поля. Уборочная страда стартовала. Аграрии нашего края первыми в Беларуси приступили к уборке зерновых и рапса. Не ждали календарных сроков, а ориентировались на особенности урожая. Погода сложная. Коррективы вносятся по ходу. Тема семинара – организация технологические особенности уборки вышеназванных культур. В Брестской области более 360 гектаров засеяно зерновыми и зернобобовыми. Но от засухи уже пострадало порядка 13% площадей. Поэтому качество при максимально коротких сроках, плюс бережливость во всем – основные компоненты успеха. Урожай сформирован, все, что необходимо было сделано. Поэтому я думаю, что, конечно, урожай будет ниже прошлого года, но будем надеяться, что не намного. Погода на селе, она очень влияет. И сказать в процентном отношении даже сложно. Потому что если вот так, как в этом году у нас в некоторых районах уже два, больше двух месяцев нету дождей, то это влияет 100%, потому что зерна не получается. Когда погодные условия не совсем благоприятны, тогда надо заниматься экономией, бережливостью, сохранением того, что выращено. И поэтому за счет этого добиваться результата. Разумные действия во всем. Ориентироваться необходимо по обстоятельствам. К каждому земельному участку должен быть свой индивидуальный подход. Сегодня это одна из непреложных истин. Если сегодня колость не наливается из-за недостаточности влаги, урожайность будет ниже на 10-15%. Значит, это зерно следует пустить на сенаж, чтобы не потерять его. Такой подход используют во многих регионах, в том числе и на Кобринщине. Убрано таким образом более 6 тысяч гектаров посевов. Получено 65 тысяч тонн зерна сенажа. Чтобы не было так, что мы убираем ради того, чтобы убрать и не понимать, какая кормовая ценность того, что мы убираем. То есть убирать надо на зерно сенаж действительно в молочно-восковой спелости, с консервантом. Все как положено для того, чтобы был корм, который можно использовать нормально. Мы давайте договоримся, чтобы я этого не видел. Если уже где есть восковая спелость и там 10 центнеров зерна, то я, наверное, считаю, что лучше его убрать. В Кобринском районе, скажем так, достойный уровень все-таки сельхозпроизводителей, хотя проблематики хватает. Хватает проблематики, особенно мы еще не очень умеем на самом деле заниматься экономикой, о чем не раз уже говорено и губернатором. Поэтому в технологии более-менее, слава богу, а экономику будем прикладываться. Ну и в целом, конечно, этот год, вы видите, очень напряженен. Поэтому вот этот разговор, конечно, он необходим. Мы в таком напряженно-нагрузочном состоянии сегодня. Надеемся, что погодные условия где-то хоть немножечко нам помогут, но уже непросто. Думаю, семинар поможет точки на дверь расставить и сработать. В районе в том числе. Сегодня в буквальном смысле слова идет битва за урожай, потому должно быть налажено каждое звено этой большой цепи. От слаженности работы всех и каждого в отдельности зависит итог уборочной страды, контроль за состоянием посевов, готовность уборочной техники с полным обеспечением ее топливом. Только при выполнении всех этих условий можно будет оперативно сработать в период массовой уборки. Надо работать с звеньями нормальными, вот так, как и говорилось здесь. Тогда и контроль есть, и агроном на месте, и инженер там на месте, и техника вся на месте. Гонять ничего не надо. Все, что надо, подремонтировались, сделали, технику приехали, заправили, не надо гонять и так далее. А уже у нас есть приличные массивы, значит, и по 100, по 200 гектаров поля, значит, где можно целый световой день работать и не гонять. А рядом поле и на следующий день остаться. Поэтому я обращаю внимание на экономию. Сегодня во всем надо экономить. Не бездумно, а надо посмотреть. Лучше день подожди где-то, но, значит, убери, без потерь, качественно. Подводя итоги семинара, глава региона Анатолий Лис еще раз напомнил руководителям всех ранговых чинов, что работать без отдачи сегодня вольность недопустимая. А потому следует и рукава закатать себе и работникам, и умы поднапрячь, чтобы по осени вздохнуть с полным удовлетворением. А работа еще не початый край. В текущем году перед аграриями Брещины стоит задача получить воловой сбор зерна в полтора миллиона тонн и рапса 150 тысяч. Недобор по предварительным прогнозам составит 10-15 процентов, но госзаказ выполнен будет. Все остальное зависит от тех, кто работает на земле. В этом мире неизбежны только смерть и налоги, сказал некогда Бенджамин Франклин. И с этим утверждением не поспоришь. История налогов насчитывает уже не первое тысячелетие, ведь необходимость в них возникла еще на заре человеческой цивилизации, а их появление было связано с общественными потребностями. Проходили столетия, изменялись мировоззрения, а налоговая служба продолжала стоять на защите экономических интересов государства. Так было и так будет. Уже завтра, 12 июля, в Беларуси отметят свой профессиональный праздник сотрудники налоговой службы. И не просто праздник, а 25-летие со дня образования ведомства в нашем государстве. Накануне в областном центре прошло чествование тех людей, которые исправно исполняют свой долг, обеспечивая сбор налогов государстве в полном объеме, чтобы формировать бюджет и реализовывать социальные программы в целом в Беларуси и в каждом отдельном городе. Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе, а государственное. Налоговая служба контролирует соблюдение налогового законодательства, обеспечивает правомерность и числений, следит за тем, чтобы все платежи были перечислены в казну вовремя и в полномере. Наверное, поэтому праздник налогового ведомства отмечают не только работники службы, но и их друзья. Церемония награждения лучших инспекторов налоговых служб Брещины проходила в атмосфере такого своеобразного капустника. В этом зале столько налоговых инспекторов, которые думают, правильно ли я заполнил все-таки свою декларацию? Надеюсь, что правильно. Хочу пожелать вам, вашим семьям, хорошего настроения. Зная, как тяжело на государевой службе, зная, как сложно приходится вам, хочу пожелать терпения вашим близким, чтобы они спокойно перенесли все тяготы служебной, жизни, с которыми сталкиваетесь вы. И приятно то, что среди налоговых инспекторов, среди тех, кто борется с заработной платой в конвертах, я начну с конверта. Грамоты от руководства облсполкома с материальным поощрением, благодарности от Управления внутренних дел и Комитета госбезопасности, госконтроля и таможни Брескова горысполкома были вручены ветеранам и молодым специалистам, начальникам отделов и управления, рядовым сотрудникам, которые несут свою службу достойно. Основа ведомства – это люди, честные, добросовестные, исполняющие свой долг перед государством, понимающие всю важность и ответственность, возложенные на них работы. Профессия работника налоговых органов сейчас особенно актуальна, но и отбор проводится довольно-таки скрупулезный. Мне кажется, в первую очередь это должна быть честность, порядочность, умение любить свою профессию, умение ее выполнять таким образом, чтобы она доставляла удовольствие не только себе, но и нашим плательщикам. И, наверное, вот такие люди нам нужны. Для многих работа налоговой службы ассоциируется с цифрами, декларациями, отчетами. Но не каждый представляет, что за всем этим стоит кропотливый труд людей, которые вместе с налогоплательщиками обеспечивают жизнеспособность нашей страны. За 25 лет существования ведомства обрело статус одного из крупнейших государственных органов. Именно эти годы вместили в себя самую трудную пору становления отлаженной системы налогообложения и ее реформирования. В кратчайшие сроки разрабатывалась законодательная база, создавались механизмы реализации, подбирались кадры. Налоговые структуры формировались в основном из наиболее опытных работников финансовых органов. За эти годы мы прошли большой путь, решались сложнейшие задачи. Но и сегодня, буквально за последние пять лет, международное рейтинговое агентство отмечает высокоэффективность работы налоговой системы Республики Беларусь. В частности, мы самое последнее место по оценке, в общем-то, доуинг-бизнес переместились на 68-е. Это со 180-го, 68-го. Это солидный ревок, да. Стоят и решаются сегодня еще более такие амбициозные задачи с точки зрения налоговой службы. Радует то, что из года в год в Брестской области увеличивается доля своевременно и правильно исчисленных платежей в бюджеты всех уровней. Это свидетельствует о повышении налоговой грамотности населения. На Брещине работа с налогоплательщиками направлена на разъяснение действующего законодательства и предотвращение его нарушений на развитие в обществе налоговой культуры. Сотрудники налоговых органов призваны сформировать положительный образ налоговой службы как защитницы прав каждого конкретного человека. Работать непросто, но бюджет мы собрали. Даже взят за полугодие выполнены все планы. И так в бюджете уже сегодня более 5 триллионов рублей. Но сегодня, наверное, самая главная задача, чтобы нам доверяли платежки. И мне кажется, за это время, за эти 25 лет мы многое сделали, потому что усовершенствовали налоговое законодательство, изменили его в лучшую сторону, да и по-другому начали относиться и платежки. Но в первую очередь научились относиться мы, налоговики, к ним. И мне кажется, что то, что сегодня мы делаем, оно приносит пользу. За 25 лет динамичного развития усовершенствовано налоговое законодательство. Налоговые органы ушли от тотального контроля над налогоплательщиками. Устанавливают с ними доброжелательные партнерские отношения, убеждая каждого добросовестно исполнять свои налоговые обязательства. Общественное мнение меняется. Люди начинают понимать, что ставки, сроки и порядок уплаты налогов, а также пение и штрафы придуманы не сотрудниками налоговых органов, что они являются просто исполнителями воли закона. Я им, конечно же, пожелаю успехов в выполнении тех задач, которые им придется решать завтра и в последующие годы. А еще раз подчеркиваю, это будут очень амбициозные задачи. И мы действительно сделаем налоговую систему Республики Беларусь простой, доступной, удобной для наших налогоплательщиков и самой эффективной с точки зрения государственного администрирования сбора налогов. Наше общество развивается и становится престижно платить налоги, ведь это означает уважение к своей стране, партнерам и к самому себе. А налоговый инспектор должен отличаться терпением, уверенностью в себе и своих делах, желанием заниматься любимым делом. Так пускай же этих качеств у них будет в достатке. Чтобы создать свой успешный бизнес, необходимо иметь не только стартовый капитал, стальные нервы и хорошую команду единомышленников, но и обязательно оригинальный проект, товар или услугу, аналога которым нет в городе, стране или мире. Безусловно, важными считают все эти составляющие и представители бизнеса, которые работают по системе франчайзинга. За одним но. Они уверены, все уже придумано. Нужно только найти перспективный и узнаваемый бренд, купить права на его использование и заниматься дальнейшим развитием. В последние годы такое направление бизнеса набирает все больше обороты. Брещина не остается в стороне от мировых предпринимательских тенденций. Накануне в областном центре состоялся летний фестиваль франшиз. Тему продолжит Анастасия Стропко. Что такое франшиза? Какие компании сегодня успешно работают по системе франчайзинга? И сколько стоит покупка раскрученного бренда? Эти и многие другие вопросы обсуждались в рамках летнего фестиваля франшиз. Областной центр принимает данный форум уже во второй раз. Организаторы отмечают стабильный интерес к мероприятию со стороны бересейцев. Что неудивительно, количество франчайзеров и франчайзи стремительно растет во всем мире. Плюсы от покупки права на использование известного бренда есть у каждой из сторон. Для тех, кто покупает франшизу, это готовый рецепт создания бизнеса. Не создание под копирку, а создание под эгидой, с помощью и поддержкой компании, которая уже доказала свой успех на рынке, которая показала эффективность этой модели. Плюс это возможность объединиться в сеть и пользоваться едиными ресурсами, тем самым зарабатывая для себя большее конкурентное преимущество. Для тех же, кто предлагает франшизу, это возможность быстро, в короткие сроки развить свои сети. Еще несколько лет назад белорусские предприниматели покупали преимущественно зарубежные франшизы. Сегодня же на рынке представлены немало отечественных бизнес-проектов. Желание двигаться дальше совместно с франчайзи-партнерами есть и у берестейских бизнесменов. Один из участников летнего фестиваля франшиз – узнаваемая сеть городских кофеен. Бренд появился в областном центре всего несколько лет назад, в 2013-м. За короткое время учредителям удалось открыть уже три точки продажи. Сегодня компания надеется найти партнеров для выхода на новый уровень развития. Наш бренд будет продвигаться не только на локальной местности Брестского рынка и за его территорию. Это было бы, конечно, здорово и отлично. Мы будем четко понимать, что вкусный напиток можно будет встретить не только в Бресте, но и в принципе в других регионах, городах. Франчайзинг в своей деятельности в последнее время начинает активно осваивать все больше предприятий. Сориентироваться на рынке предложений, а также помочь сформировать свое и призванные подобные семинары, в ходе которых участники не только получают самую актуальную информацию из тех, кто уже прошел путь от покупки франшизы до создания успешного бизнеса, но и имеют уникальную возможность найти клиентов или будущих партнеров. Организаторы уверены, что интерес к форуму будет только возрастать, а вместе с ним будет расширяться и география участников. А сейчас о других событиях. Потребительские кооперативы Брестской области в текущем сезоне планируют увеличить вдвое объем заготовки черники. На данный момент уже приобретено более 200 тонн полезной ягоды. Это значительно больше, чем за соответствующий период 2014 года. А потому нынешним летом потребительские кооперативы области планируют заготовить не менее 250 тонн черники. Но сегодня мы расскажем вам не о заготовке черники, а о ее других качествах. В древности ей приписывали магические свойства. Клали под коврик для отпугивания злых духов. В то время как художники нашли в этой ягоде источник получения фиолетовых и пурпурных красок. А из-за своего уникального полезного состава черника давно входит в меню космонавтов. Наша съемочная группа отправилась на Брестский центральный рынок с целью узнать, как в этом году обстоит дело со сбором черной ягоды и насколько благотворно она влияет на организм человека. Подробнее в сюжете Виктории Драгобецкой. Сегодня черника на вес золота, говорит Татьяна, хозяйка одного из трех прилавков с черной ягодой на всем Брестском центральном рынке. Подтверждает этот факт и ученые. Дождливый июнь в Брестской области не самым лучшим образом сказался на урожай черники в этом году. Плюс ко всему сезон сбора полезной ягоды сегодня подходит к концу. Поэтому люди, невзирая на высокие ценники, скупают лакомства литрами и даже ведрами. Всему виной кладезь ее целебных свойств, благотворно влияющих на организм человека. Черника есть черника. Чернику никакая ягода не заменит. Всякая ягода по-своему. А черника есть черника. Я и сырую делаю с сахаром, и так пакетики на компоты на зиму закладываю на варенье. На варенье можно их делать. Черника является лидером по содержанию марганца, который в нашем организме повышает активность нашей иммунной системы, снижает количество вредного холестерина. Это такой тоже важный очень эффект. И еще одно лидерство, которое принадлежит чернике, это по содержанию антиоксидантов. Веществ, которые блокируют в организме образование свободных радикалов. И тем самым они как бы препятствуют образованию раковых заболеваний и предупреждают раннее старение нашего организма. Пожалуй, главная заслуга черной ягоды в том, что она улучшает зрение. К примеру, во время Второй мировой войны английские летчики ели чернику и черничное варенье для того, чтобы хорошо ориентироваться в сумерках и ночью. А согласно последним исследованиям, если съедать 100-200 грамм черники в день, можно избежать болезни Альцгеймера. Однако, прежде чем собраться в лес, нужно учесть тот факт, что сегодня в связи с пожароопасной ситуацией в Брестской области сохраняется запрет на посещение лесов. Поэтому собирать чернику можно только с разрешения лесной охраны. Аналогичная ситуация и с ягодой, растущей в приграничных лесных массивах. За последние две недели на приграничной территории Малорицких и Брестских районов задержано 8 человек за нарушение пограничного режима и режима государственной границы. Большую часть этих граждан составляют граждане сопредельного государства Украины, которые вследствие потери ориентировки нарушили режим госграницы. Граждане, которые в силу определенных обстоятельств могут нарушить пограничный режим, режим госграницы, предусмотрена на сегодняшний день ответственность в виде административного взыскания штраф в размере до 100 базовых величин с депортацией либо без депортации. Поэтому во избежание неприятностей любителям тихой охоты необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также ознакомиться с пожарной ситуацией в местных лесах. Тогда есть надежда, что у многих собирателей ягод 22 июля, который в народном календаре означается как черничный день, пройдет без происшествий и с пользой. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, интересном, важном. Белорусское Полесье – место уникальное. Природа, которая сохранилась здесь практически в первозданном виде, не один десяток лет привлекает не только белорусских туристов, но и гостей из других стран. Невероятные по красоте пейзажи, чистый воздух, который, кажется, можно даже пить, и удивительное чувство единения с природой, ощущение ее силы и могущества – основные, но далеко не единственные аргументы в пользу посещения этих краев. Полесьские леса и поля скрывают не одну тайную загадку, как и положено многовековым природным созданиям. Немногие, к примеру, знают, что такое дуга Струвы, целых три пункта которой есть и на Брещене, и какое значение они имеют. Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Подробности в следующем материале выпуска. Дуга Струвы представляет собой сеть из 265 пунктов каменных кубов, длина, ширина и высота которых составляет 2 метра, расположенных в определенной последовательности на протяжении 2820 километров, и пересекает с севера на юг 10 государств. Ученый-геодезист и путешественник Василий Яковлевич Струвыч, чьим именем и назван этот объект, потратил 40 лет, чтобы провести исследование и доказать, что форма Земли не шар, а близка к эллипсоиду. В 1812 году Василий Яковлевич Струвыч проводил съемку от Черного моря до Балтийского моря, до Ольмеридианы. Цель была того, что путем тренингуляции доказано было, что Земля имеет сплюснутую в полюсах форму. Таких знаков у нас в районе осталось три. Это Лясковичи, Щекотск, потом название Чекотск и Осовница. Сегодня подобное измерение проводится не в пример легче и быстрее. Тогда ученым приходилось практически с линейкой следовать по всей территории. Отсюда и такой большой срок экспедиции. Но вот что действительно поражает, так это точность. Сегодня можно смело утверждать, что если в расчетах ученых тогда и была погрешность, то в масштабах земного шара очень незначительная. Когда известен был измер между знаком Щекотск и Осовница, это примерно 12 километров по прямой, и сняли в настоящее время при помощи современной GPS-съемки, то разница в расстоянии казалась 5 сантиметров. В настоящее время пункты дуги можно найти на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Все эти страны 28 января 2004 года обратились в Комитет ЮНЕСКО по всемирному наследию с предложением об утверждении оставшихся 34 пунктов дуги Струва в качестве памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году это предложение было принято. Хотя сегодня дуга Струва – памятник и объект историко-культурного наследия, нельзя не отметить, что именно те исследования – одно из важнейших событий в развитии мировой астрономии, геодезии и географии. Это измерение стало составной частью фундамента сегодняшнего знания о метрике освоенного пространства Земли, ближнего космоса и Вселенной и лежит у истоков современной геодезии и геоинформационного обеспечения. Анастасия Стробко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Международная выставка «Конкурс малых форм графики Экслибриса» в третий раз проходит в областном центре. Триеналье «Мир и война» посвящена 70-летию Победы. Это продолжение большого художественного проекта брестского художника-графика Александра Григорьева, который взял свое начало в 2009-м, продолжился в 2013-м году. На этой неделе были подведены итоги. Есть чем гордиться. 1340 работ, 390 художников из 46 стран. Радует и тот факт, что активное участие в международном проекте приняли белорусские графики, среди которых есть и брещане. Подробнее расскажет Лариса Осмолович. Прежде чем говорить об итогах, следует напомнить историю этого уникального в своем роде для Беларуси проекта. В 2009-м впервые прошла выставка-конкурс под названием «Беловерская пуща». В 2013-м последовало продолжение «Игры царей» такого названия выставки, посвященной 400-летию Дома Романовых. Инициатор этих выставок – конкурсов брестский художник-график Александр Григорьев. Коллеги-журналисты называют его тяжеловесом, наверное, за напористость и прямолинейность. Но именно с легкой подачей Александра случилась и третья международная выставка малых форм графики. Эксклибриса «Мир и война». Эта работа проводилась не эти два дня. То, что мы видим, проводилось там два года. Практически после завершения второго тренали велась работа по подготовке приглашений художников. Приглашал лично. Я знаком с большей половиной всех присутствующих на этой выставке художников. Поэтому я был уверен, что будет много работ и будет уровень высокий. Так и случилось. Вот у нас по сравнению с прошлыми прогресс. У нас было 250, сейчас уже стало 360 и так далее. В течение двух дней судейство выбирало лучших из лучших. Работа трудоемкая, ведь на конкурс было прислано более 1300 работ от 390 художников, которые представили 46 стран мира. Отборочный тур прошли 276. Это 1309 экслибрисов. В споре рождается истина. Но столь жарких баталий общественно-культурный центр не видел. Как фокусники в белых перчатках. Но без смокингов они выуживали экслибрисы художников, которые достойны именоваться победителями. Первую премию, медаль и диплом сообщили уже на пресс-конференции получит представитель Японии Джинан Кабояши. Вторая уедет в Армению. Сюрва Форти Хайка Григоряну единогласно признали именитые члены жюри. Украинец Олег Денисенко увезет третью награду. Работы изумительно красивы, выверены, точны. Удивительно, как в столь маленьком рисунке могут уместиться столь глубокие мысли. В этой форме, в малой пластике, графической, потрясающие есть находки для изобразительного искусства. Там же они великолепно многие выполнены. Этот вид искусства уникален вообще, потому что действительно, вы правильно сказали, каким образом, такой маленький размер, не больше, еще и условие такое, не больше 17 сантиметров по большой стороне. И вложить туда, вкладывать так много, такой возникает мир там. Я профессионал, да, сам этим занимаюсь, сам стараюсь это делать. И удивляюсь, балдею от того, что делают другие классные. Но это не все награды. Особыми медалями будет отмечена великолепная семерка, которая вошла в лидеры. Но из лучших выбираются самые-самые. Приятно отметить, что в их числе и наш земляк Геннадий Вяль. Кроме того, еще 10 художников получат медали за высокое мастерство и раскрытие тематики «Мир и война». Среди них и брещанин Алексей Погожев. Мария и Анна Редько, Анастасия Галюта, Игорь Романчук и Дарья Мурза стали номинантами конкурса. Так что брестские художники в числе лучших. Мне бы хотелось, вот то, что я и сделал, привлечь молодых художников для того, чтобы они увлеченно работали в этой старинной технике, гравюры, сложной. Но удалось мне. Вот я создал такую группу. Афорт любит очень сильных людей, настроенных на такую кропотливую работу через увеличительное стекло, глупых. Тут очень сложно на самом деле. Кто-то остался? Нет, я думаю, что даже с этих отойдут. Ну, достаточно передать одному-двум людям, чтобы сказать себе, я сделал в этой жизни, что хотел. Мне бы хотелось, это у меня такая вот была идея, есть стремление, вот можно сказать, в развитие слов Александра Григорьева, чтобы в Беларуси появилось общество экслибрисистов, любителей экслибриса, которое мы смогли бы принять вот через год в члены Международной Федерации. Вот, ну, это, можно сказать, такая у меня мечта есть. Открытие выставки «Мир и война» пройдет в сентябре 2015-го в художественном музее в Брестской крепости. Награждение пройдет там же. Что приятно отметить, все работы останутся в фондах Брестского краеведческого музея. Их смогут увидеть не только брестские жители. Впоследствии планируется передвижная выставка-триеналия. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинфор» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Летний зной сменился почти осенней прохладой. Температурный фон на 1,3 градуса ниже климатической нормы. 12 июля Брещено будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Будет преобладать переменная облачность, обойдется без осадков. Температура воздуха в ночные часы 12-14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов. Начало рабочей недели будет отмечено небольшим похолоданием. Воздух днем прогреется лишь до 17 градусов. Это обусловлено перемещением из Европы фронтального раздела с влиянием области пониженного атмосферного давления. Днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах – грозы. Ветер западный умеренный. При грозах будет наблюдаться его усиление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова